В Новополоцкий ГОВД пришел очередной обманутый кибермошенниками. Пострадал он и его знакомый. Преступнику удалось подобрать пароль к странице новополучанина в одной из социальных сетях, после чего мошенник вступил в переписку от чужого имени. Мне поступил звонок от моего друга Олега в том, что он сказал, я перевел тебе деньги. Он сказал, что я попросил его одолжить деньги мне, хотя я этого не просил. Я ему сказал, я этого не делал, там было в качестве смс-сообщения приложение ВКонтакте. Потом он понял, что его обманули, а мою страницу ВКонтакте взломали. Он перечислил 250 рублей, потом, как он мне рассказывал, они просили у него еще 270 рублей. Но он уже понял, что... и вел с ними переписку, а уже заявление было подано по факту мошенничества с его стороны. Сейчас я написал заявление по поводу, что взломали мой аккаунт и воспользуюсь моим именем в качестве мошенничества. Сейчас необходимо попытаться восстановить страницу новополучанина. Это поможет определить IP-адрес злоумышленника и, возможно, выйти на его след. Всего же в Новополске в этом году на сегодняшний день зарегистрировано 162 преступления в сфере высоких технологий. А это на 80 преступлений меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Звонков меньше не становится, их становится еще больше. Людям звонят, мошенники придумывают различные схемы, потому что люди понимают, что, ага, если звонят с банка, значит уже человек предполагает, что это мошенник, потому что много профилактической информации. Такие современные методы социальной инженерии, когда просто пытаются войти в доверие человеку, да, и таким образом конечная цель – завладеть деньгами человека. Поэтому, про какое бы мы преступление ни говорили, о том, что оно совершается в сфере высоких технологий, оно всегда начинается с простого общения между человеком, да, и тем злоумышленником, который находится либо на другом конце провода, либо просто вступая с ним в переписку, в общение. На этой неделе по всей стране стартовала декада кибербезопасности. Цель акции – информирование населения о современных методах и способах обмана, используемых киберпреступниками, мерах противодействия и профилактики. В центре внимания уязвимые категории населения, учащиеся и люди пожилого возраста. К слову, реалии сегодняшнего дня киберпреступность молодеет. Все больше и больше вовлекается несовершеннолетних, все больше различные составы, различные преступления. С каждым годом они только увеличиваются. Мы прогнозируем, что в ближайшее время в стране ожидается рост мошенничеств, связанных с обменом криптовалют. Преступность уходит в сети – это тенденция общемировая. Правоохранители в очередной раз напоминают – не ведитесь на уловки мошенников как по телефону, так при общении в интернете. Глеб Прокофьев, Сергей Золынский, телеканал «Звезда».